Всем привет, друзья! Сегодня поговорим о том, как выйти из матрицы. Я решил вот объединить все ваши запросы в такую общую тему, потому что вот вы меня спрашиваете, Тарас, подскажи путь, не могу найти свой путь. Поэтому, чтобы это видео было полезным абсолютно для всех, я хотел вот раскрыть вот общую основу того пути, который приведет вас к счастью. И в принципе, эта основа, она заключается только в одном. Но об этом чуть позже. Что такое матрица, ребята? Под матрицей я подразумеваю систему, текущую систему, государство, да, в общем, вся система. И, по сути, если вы раб этой системы, вы никогда не будете счастливым человеком, никогда. А рабы системы, ну, это большинство, это большинство, которое зависит от государства, зависит от вот всей этой структуры. Мы все зависим. Вообще мы зависим все. А большинство это прям полностью зависимые люди от всего. От зарплаты, от, там, кредитов, от сериалов, от игр, от наркотиков, от алкоголя, от всего вот, что создала эта система. Но, с другой стороны, без системы мы с вами не сможем существовать в тех условиях, в которых сейчас существуем. Будет полная анархия, если не будет системы. Люди будут убивать друг друга, будут грабить. Для этого есть система, есть вот всякие институты государственные, есть правоохранительные органы, есть система образования, есть суды, вот, и так далее, да. Потому что без этого, вот, тех условий не будет, да, тех условий существования их не будет. Есть какая-то безопасность, да, есть какой-то комфорт, есть какая-то стабильность. Это благодаря системе, ребята, это все благодаря системе. И чтобы выйти нам из матрицы, полностью, кстати, выйти из матрицы нельзя, потому что матрица это все равно часть игры. Ну, давайте я буду это так называть, да, чтобы выйти из матрицы, нам нужно играть по правилам, принимать правила системы, но не вестись на все ее соблазны. Вот это очень важно. Чтобы не быть рабом системы. Нам нужно следовать определенным правилам, но нам нужно не быть рабом этой системы. Приведу пример. Мы не нарушаем законы, государственные законы, там, общепринятые какие-то законы, не убиваем, не грабим, ну, потому что тогда вообще о счастливой жизни можно навсегда позабыть. Мы не нарушаем законы, но в то же время не идем на поводу у системы образования, да. Мы можем читать те книги, которые мы хотим читать. Мы можем не идти на поводу у финансовой системы, да. Мы можем сами управлять своими деньгами. Мы можем этому научиться. В принципе, что я и сделал. И вот возвращаясь к тому, о чем я говорил вначале, да, что есть один способ, как выйти из матрицы, это путем создания. Вы можете выйти из матрицы только путем создания, создать свою игру, создать свой мир. Только так. Потому что если вы не создадите свой мир, вы будете жить в том мире, который создала система. Вы будете рабом системы и будете несчастным человеком, да. Вы будете ходить на работу, приходить с работы, смотреть фильмы, сериалы, играть в игры, бухать, курить, потреблять весь тот шлаг, который предлагает система. Вы будете полностью зависеть от денег, от зарплаты, от системы здравоохранения, от лекарств. Вы будете от всего зависеть, если вот полностью будете играть в ту игру, которую навязывает вам система. Поэтому нужно создать свою игру. Вот я создал свою игру. Я взял под контроль личную жизнь, да, отношения, здоровье, финансы. Я все взял под свой контроль. Но при этом я не нарушаю правила и живу вот по законам, которые диктует государство. Как бы мне там не нравились банки, я пользуюсь банками, но я буду решать, брать мне кредит или не брать мне кредит. Понимаете? Вот так вам нужно балансировать. Нужно платить налоги, да. Вообще, смотрите, что такое налоги? Налоги, ребята, это подписка на страну. Вы оформляете подписку на страну. Вот как вы оформляете подписку там на Netflix, там еще куда-то, да. Это подписка на страну. Вот вы пользуетесь услугами этой страны. Вы ездите по этим дорогам. Вот я езжу по этим варшавским дорогам, да. Я должен за это платить. Я должен за это платить налоги. Это подписка на страну. Вот вы пользуетесь медициной там бесплатной. Ну, как у кого. У кого платная, у кого бесплатная, да. Разные государства, разные законы. За это нужно платить. Вот что такое налоги. Поэтому нормально к этому относитесь. Не нужно быть там против всех, не нужно бороться с государством. Вы можете скрываться, вы можете бороться, но этот путь к хорошему не приведет. Вы будете несчастным человеком, который будет переживать за свою жизнь. Оно вам надо. Поэтому нужно жить по законам, но и не быть рабом. Поэтому вот вам совет, как выйти из матрицы. Так что единственный путь – это путь создания. А я, вы видите, создал довольно-таки большой, можно сказать, мир со своими принципами, со своей философией. У меня есть финансовые принципы, семейные принципы, инвестиционная декларация. У меня есть колесо баланса, где все сферы – семья, здоровье, миссия, бизнес. У меня в каждой сфере есть свои цели. В общем, я создал большую такую систему и во главе этой системы поставил счастье. Все. И вот так вот я двигаюсь. И здесь я вам еще раз повторю свою цитату. Создание себя – это гарантированный успех, а поиск себя – это гарантированный провал. Пока вы будете искать себя, вы будете идти на поводу системы. Будете листать ленту, играть в игры, вестись на все эти дешевые развлечения. И когда вы будете получать очередную дозу дофамина, когда вы будете получать вот эти вот маленькие таблетки счастья, вы будете двигаться к долгосрочному несчастью. А если вы берете путь борьбы, тоже будете страдать. Потому что борьба ни к чему хорошему не приводит. Вы будете всю свою энергию сливать в системе, вместо того, чтобы вот эту энергию тратить на себя. Это тупиковый путь. Вы знаете мою концепцию. Создавай, не разрушай. Создавай новое, не разрушай старое. Создай такое крутое новое, которое будет лучше старого. И тогда не придется бороться со старым, и люди к тебе потянутся. Вот как я меняю, так сказать, систему образования, когда в школах, в универах включают мои вот ролики с ютуба. Смотрите, я не борюсь с текущей системой образования. Она мне не нравится, но я с ней не борюсь. Плюс я там никаким образом не участвую. Я не работаю там в каких-то образовательных структурах. Я не ректор, не учитель. Но на уроках включают мои видео. Вот так я влияю. Вот как я влияю. Я создаю новое, и оно нравится людям, что его включают в образовательных учреждениях, которые работают на систему. Они подконтрольны системе. Но я влияю на систему. При этом не разрушаю ничего, ни с кем не борюсь. И вот такой путь, путь создания, это самый эффективный путь. Во-первых, это безопасный путь. Смотрите, я никому не перехожу дорогу. Я никого не разоблачаю. Я вещаю о чем? О счастье, о любви, о благодарности. Во-вторых, этот путь позитивно влияет на мир. Я несу много пользы людям. Люди меняют свою жизнь. Люди передают эту философию дальше. И даже каким-то образом влияют на эту матрицу, на эту систему, улучшая ее. Прикиньте, вот одни плюсы, когда вы будете двигаться по такому пути. Короче, давайте подведем итоги. Чтобы выйти из матрицы, вам нужно создать свой мир со своими принципами. Но не нарушать правила матрицы. Создавайте свою игру. Играйте в свою игру. Создавайте себя. Работайте над собой, над своими финансами, над отношениями. Только так можно прийти к счастью. Но если у вас этого всего не будет, своей основы, своих принципов, вы будете хавать все то, что вот вам предлагают. И будете просто плыть по течению, без своего мнения, надеясь на государство, на какие-то подачки. Будете все время расстраиваться, будете винить жизнь. Это путь в никуда. Поэтому, ребята, создавайте себя. А когда вы создаете себя, вы контролируете себя. Вы контролируете свою жизнь. Вы контролируете свои деньги. Смотрите, какие люди самые несчастные? Какие люди? Какие люди попадают постоянно во всякие там неприятности? Это люди, которые не умеют себя контролировать. Это люди, которых контролируют другие. Они, которые ведутся вот на всю ту игру, которую им навязывают. Вот простой пример. Едете вы на тачке, и вас кто-то подрезает. У вас два пути. Не обращать внимания и двигаться себе дальше. Ровно, спокойно. Или же повестись на игру вот этого вот провокатора и начинать что-то доказывать. В таких моментах всегда спрашивайте себя, что бы что. Что я теряю или могу потерять, и что я приобретаю. Вот что вы приобретете, когда начнете с ним там тягаться. Вот вы его догоняете, и у вас начинается заруба. Может случиться авария, вы можете пострадать, может пострадать ваша машина, могут пострадать другие люди. Прикиньте, сколько дерьма может случиться из-за одной мелочи. А если еще окажется, что этот чувак не хотел вас подрезать, вдруг там у него что-то с управлением, или он там куда-то засмотрелся, или еще что-то, а вы там себе подумали, или он как-то не так выглядел, неважно. Ну ладно, допустим, он даже вас хотел подрезать. Сколько вы теряете, сколько вы теряете, сколько вы приобретаете. И люди никогда об этом не задумываются, потому что не контролируют себя. Окей, да, вы там что-то ему докажете, все, получите какое-то сиюминутное удовольствие, как после просмотра какого-то ролика. Ну окей, пускай там в сто раз выше у вас будет уровень вот этого удовольствия. Вы будете себе думать, вот я крутой, что-то кому-то доказал. Это если вы еще докажете, это если вы еще выйдете победителем из этой ситуации. Прикиньте, сколько всего. Допустим, вы вышли победителем, окей, на следующий день вы это забудете. А сколько последствий, да? Вы можете разбить там свою тачку, вы можете убить там какого-то другого человека, там другая машина пострадает, там погибнут люди. На скорости это все. Прикиньте, сколько дерьма ради, ради чего, ради чего. И вот люди, когда себя не контролируют, всегда вот выбирают тот путь, который им навязывают. Они ведутся на все провокации. И поэтому они по жизни постоянно страдают. Постоянно у них какие-то терки, проблемы. А все из-за того, что нету принципов, нету правил. Ты живешь непонятно как. Ты не создал свой мир. Ты живешь в этой матрице. Вот что тебе говорят, то ты и делаешь. Вот реклама какая-то, все, повелся там, купил. Вот новый сериал, все. Надо смотреть этот сериал. Только какая-то непонятная ситуация, все куда-то лезут, начинают там выяснять что-то. И вот постоянно вот это вот все, да? Потому что нету своих принципов. А у меня есть принципы, которые говорят, все, я в этом не участвую. Опа, до свидания, да? Отсеял, отсеял. Есть у меня там еще условно принцип благодарности, все. Я ценю, да, то, что имею, да? Это тоже мне помогает. Есть там принцип у меня, не знаю, не давать в долг, все. Я не трачу свою энергию на вот эти вот все выяснения. Я не порчу отношения со своими там друзьями, со своими партнерами. Все, они знают мой принцип. И я не лишаюсь денег. Я еще и деньги не теряю, прикиньте. А все из-за того, что у меня есть вот свои правила, свои принципы, все, которые я не нарушаю. И из-за этого у меня все четко в жизни. И таких принципов, ребята, у меня полно во всех сферах. Но все сферы, они подстраиваются под миссию. А моя миссия заключается в том, чтобы нести как можно больше пользы людям с помощью тех инструментов, с помощью той информации, которая способствует счастью. Поэтому я там не вещаю вот на ютубе, да, там о каких-то моментах, которые разъединяют людей. Мы эти темы не затрагиваем. И таким образом я не привлекаю там излишний негатив в себе. У меня есть принципы в музыке, да. Какую музыку я слушаю, какую не слушаю. У меня есть принципы там в фильмах даже. Что я смотрю, что я не смотрю. Я, например, там не смотрю всякие ужасы и все то, что негативно влияет на мой мозг. Что вызывает какие-то дополнительные страхи, переживания, да. Вот какие-то вот эти вот непонятные образы начинает выстраивать, которые мне не нужны. Не нужны, они не способствуют моему счастью. Да, я посмотрю какой-то ужастик. Я получу там дозу дофамина, какой-то может быть адреналин. Интересно, да. Это все привлекает, вы знаете, да, как негатив. Негатив очень сильно влияет на людей, не так, как позитив. Поэтому вот все новости, все строится на негативе, на каком-то трэше, да, чтобы вызвать у людей вот эту вот реакцию. Но я понимаю, что со временем это будет негативно влиять на мою жизнь. Поэтому мне это не нужно. Мне нужно оставаться здоровым, позитивным, ясно мыслить. Вот и все. И опять же, вот почему я счастлив, вот почему у меня нету там каких-то глобальных проблем. Потому что я не питаюсь всем этим, что вот предлагает система. Я в нее не погружен, я не раб системы, но я и не нарушаю правила. Есть определенные правила, по которым мы все должны жить. А если эти правила нарушать, как я уже говорил, если вы пойдете путем борьбы, вы тоже будете несчастным и будете страдать. Короче, ребята, подводил итоги, занесло. Работайте над собой, создавайте себя, читайте книги, расширяйте свой кругозор. Создавайте свои принципы, изучайте крипту, изучайте финансы, работайте над собой. Создавайте вот свои инвестиционные декларации, семейные декларации. Выстраивайте вот свою жизнь по тем принципам, которые ведут к счастью. Ну это легко понять, да. Для меня как бы не было там проблем понимать, какие принципы правильные, какие неправильные. Благодаря каким принципам я буду счастлив, а благодаря каким нет. И поэтому я там читал книги, да, вот как я создавал себя, читал книги, там общался, приобретал опыт, появилось какое-то правило, какой-то принцип. Со временем он немного там трансформировался, все, навеки там закрепился, да, вот и все. Буквально даже с тех же цитат, да, как я вам говорил, что увидел вконтакте цитату, на работе работают, а становятся богатыми в свободное от работы время. Все, просто этот принцип навсегда пропечатался в моей памяти. И вот он, можно сказать, внес основную лепту в формирование всей моей финансовой философии, потому что он мне попался в самом начале пути. Какая-то сраная цитатка из ВК, вот как бывает. Все, ребята, затянул уже видос. Если еще есть вопросы, пишите в комментариях, какие еще темы раскрыть. Все, друзья, всех люблю, целую, обнимаю. Если понравилось видео, поставьте обязательно ему лайк, поддержите его лайком. До новых встреч, создавайте себя. Всем пока.